Сначала в Самарском метро были металлические жетоны, потом их поменяли на вот такие пластмассовые с надписью «Самара 1995». И с тех пор новые не появились. Сейчас их осталось очень мало. И руководство метрополитена опасается, что к чемпионату мира по футболу их и вовсе разберут на сувениры. Не досчитались. За лето в Самарском метрополитене пропало 20 тысяч жетонов. Это четверть от общего числа. Сотрудники метро объясняют, люди покупают жетоны чуть ли не горстями и забывают про них. Вот сейчас вот еду, потому что не купила транспортную карту. Не оплатили. У вас самаркая ситуация, что вы оставляли себе жетоны и не ехали бы? Ну да, вот он у меня завалял с стенки. Ну, забываются. То есть? Лежат они, лежат. Как падут с подругу, возьмут. Монетки из черной пластмассы, немного потертые и потому особо ценные, часто забирают на память. Коллекционеры пытаются купить по 50 и 100 штук. Пришлось ввести временное ограничение. Нет возможности у нас по 100 жетонов сразу продавать. Один-два жетона в руки. То есть мы, наша задача метрополитена, обеспечить пассажира правом услуги воспользоваться метрополитеном. То есть в кассе всегда должны быть жетоны, должен подойти пассажир, должен жетон этот купить. Большую часть поездок пассажиры совершают по транспортным картам. Но и на жетоны спрос не спадает. В этом году пассажиропоток в метро увеличился. Люди объезжают пробки. В сутки метро перевозит 45 тысяч пассажиров. Сейчас метрополитен готовит выпуск дополнительных жетонов. В будущем выпустит сувенирную продукцию для самарцев и туристов. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова